Сидящий одесной величествии Его, непостижимый Сын Божий, неиспытуемый Христе, похвалай радость любящим Тебя. Жизнь моя, свет мой, Христос мой, не презри меня уничиженного, не отринь меня мерзкого, потому что крайне приятно врагу моему, когда отчаиваюсь в себе по причине окружающей меня мглы порока. Тому только и радуется Он, когда видит, что отчаяние делает меня пленником Его. Но ты по сердоболию своему посрами Его надежду, исхить меня из зубов Его, избавь от злокозненного умысла Его, от всего, что воздвигает Он против меня, потому что многим ополчается Он на меня. Даруй мне, Господи, просвещение к познанию козни сопротивника и ненавистника добра, потому что ставит мне на пути бесчисленное множество случаев к поползновению и соблазнов, и ущерб, и многостяжательность, и рассеянность века этого, и плотское удовольствие, и долговечность настоящей жизни, робость к подвигам, леность к молитвам, сон и телесный покой во время псалмопения. Сколько старается враг о моей погибели, столько я, бедный, предаюсь беспечности и нерадению, и тем более ставит он мне сетей, тем более я небрежен. Будь внимательна, душа, попекись о совести, не обращай внимания на падения других, но будь лучше внимательна к своим падениям. Не обращай внимания на сучок в глазу брата и ближнего, но наблюдай непрестанно бревно в своем глазе. Спеши, предупреждай, примирись со Христом, распятым за тебя плотью. Если сами себя осуждаем, то не будем, может быть, осуждены там, где великое и нескончаемое осуждение. Умилосердись ко мне, Господи, по благоутробию Твоему, и спаси меня по единой благости Твоей, молитвами причистой владычицы нашей Богородицы и всех святых Твоих, потому что благословен Ты во веки веков. Аминь. Четвертое слезное моление в четверток вечером. Вот снова преподаю при дверях владыки моего, прося, умоляя, поклоняясь и со страхом взывая. Ибо рабу, который согрешил перед своим владыкой, лучше не избегать рук его, но оставаться в его власти. Внимли, владыка, сетованию моему, и прими слова прошения моего, какие приношу Тебе я, престыжденный грешник. Излей на меня бедного по милости своей, хотя малую каплю обращения, чтобы иметь мне, хотя мало и усердие, к исправлению себя самого. Ибо если благодать Твоя не просветит души моей, не буду я в состоянии видеть в себе страстей и нерадения. О, вы, превозобладавший мною грех нашел во мне пажить свою, и с каждым днем боли и боли унижает и погружает меня в глубину, а я, окаянный, не перестаю прогневлять Бога, не страшась того неугасимого огня, не трепеща бессмертных мучений. Грех, обратившись в навык, влечет меня к совершенную погибель, хотя сам себя обличаю и не перестаю приносить исповедания, однако же пребываю во грехах. Смотрю и не вижу, потому что погрешаю в самом покаянии, и не занимаюсь развлечением дел своих, но виню покаяние свое, как раб греха и не хотя делаю худое, как воинствующий под властью греха ему подчиняюсь, и имея возможность бежать, плачу дань этому царствующему во мне навыку. Радея о страстях, беру оброк и плоти, зная, что распление во мне усиливается, и как раб, как скоро прикажет тотчас ему содействую, избегаю будущей брани, и как пес на железной цепи возвращаюсь к дающему приказания. Ненавижу грех, отвращаюсь в беззаконие, но пребываю в страсти, потому что обладает она мною злосчастным и против воли покоряя сластолюбие по необходимости раболепствую природе. Страсть купила себе мое произволение и источает на меня грех. Кипят во мне страсти вопреки уму, соединил я их с плотью, и не терпят они разлучения. Спешу переменить произволение и предшествовавшее мое состояние противиться мне в том. Стараюсь, бедный, освободить душу свою, и злой взаимодавец вводит меня в большие долги, не напоминает об отдаче, но щедро дает взаем, никогда не хочет брать обратно. А желает только рабство моего, дает, чтобы обогащался я страстями и не взыскивает долга. Хочу отдать ему старый долг, а он прибавляет новый. Если же делаю себе небольшое принуждение и страстях, он, чтобы не изложить меня, придает новые страсти. И видя, что постоянное пребывание в долгу заставляет меня быть грешным, вводит в меня новое пожелание, и чтобы я не исповедовался, ввергает в забвение моих страстей. Встречаюсь с новыми страстями и занято ими забываю о прежних. Дружусь с появившимися вновь страстями и опять оказываюсь должником. Бегу к ним, как к друзьям. И взаимодавцы мои опять обходятся со мной, как властелины. И я, который не задолго до этого старался получить свободу, ради них делаюсь дорого проданным рабом. Спешу разорвать их узы, и вдруг облагаюсь новыми. Спешу освободиться от воинствования в рядах их, и, как взявшись с них много даров, оказываюсь их домоправителем. О, какая власть надо мной и греховных страстей! О, какое господство злохитренного и коварного змия! Действую по природе, и он входит в торг, дает залог, чтобы продать ум самому греху. Убеждает меня угождать плоти, под предлогом употреблять ее на служение душе, и препобеждаюсь сластолюбием, и, предавшись тотчас невоздержанному сну, совершенно лишаясь ее услуги. Когда молюсь, внушает мне мысль о каком-нибудь ничтожном удовольствии, и ею, как медной цепью, держит слабый ум мой, а если ум хочет бежать, не ослабляет уз. Так грех блюдет под стражей ум и запирает дверь ледене. Злоба непрестанно наблюдает за умом, чтобы не пришел он в согласие с Богом, и не воспрепятствовал продать плоть, приводит множество припутанных помыслов, уверяет, что не будет на суде и вопроса о такой малости, что невозможно даже быть и веденью о сих помыслах, и что все подобное этому предано будет забвению. Но я представляю предзоры себе, обличение свое, и знаю, что угрожает мне наказание. Этим удерживает, этим связывает, этим продает и покупает меня грех, этим вводит меня в заблуждение, этим льстит мне, подчиняет меня себе. Потому что, как говорит апостол, «Человек, плотян, продан греху, ибо грех, который во плоти моей властвует над умом, и по причине моей вины, употребляя в действие плоть, ею обременяет душу. Если вознамерится, кто постится или пребывать в обдении, наложит на себя раны, грех посредством плоти, как собственность свою, обременяет душу цепями, и как овцу на заклане, и как высокопарящую птицу связывает ее, и как у крепкого исполина посредством той же плоти отсекает руки и ноги, не могу ни бежать, ни помочь себе. Увы, живой я мертвец. Смотрю и не вижу, из человека стал псом, со мною разумным обходится, как со скотом. Помилуй душа сама себя, и поспеши прежде разлучения, чтобы не остаться нам за дверьми вместе с юродивыми девами. Потому что смертным невозможно увидеть жизнь или помышлять о праведности там, где нет борьбы, в которой приобретаются жизнь и смерть, и где нет плоти, которой предается поруганию враг, препобеждаемый ее помощью. Помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости и по множеству щедрот Твоих. Ибо если помилуешь меня, освободив от жалкого недуга страстей, если только помилуешь меня, то желаю быть послушным Твоей благости. Если сотворишь по множеству благости Твоей, то избавишь меня. Если излиешь на меня благость Твою, то спасусь. Уверен я, что возможно это Тебе, и не отрицаю этого. Знаю, что по множеству щедрот Твоих и грехов моих множество, знаю, что Ты помиловал, миловал и милуешь всех, обращающихся к Тебе всей своей крепостью. Исповедуй, что и я многократно пользовался благодатью Твоею. Но после всего этого, отринув благодать Твою, грешил, как не грешил никто другой. Но Ты, воскрешавший мертвых, восставь и меня мертвого грехом. Ты, исцеливший слепых, просвети омерченные очи сердца моего. Ты, избавивший Адама из уст змеевых, извлеки меня из тины беззаконий моих, потому что и я принадлежу к числу овец Твоих, и по своим хотениям стал пищей львов. Грехи сделали меня псом, но исцеленный благодатью Твоей буду сыном. Брошен был я, как мертвец. Но если восхочешь, очищусь. Знаешь, что грешил я сведением, но имею за себя молитвенниками святых Твоих. Знаешь, что превосхожу всякую меру грехами своими, но благость Твоя непреодолима. Ты, давший преимущество мытарю, дай таковое и мне, который еще более делал худого. Ты, Господи, помиловал Закхея, как достойного, помилуй же меня, недостойного. Волком был некогда Павел, и гнал овец стада Твоего. Диким зверем был он и расточал овец. По благодати Твоей стал пастырем, усердно ходившим за овцами. Знаю, что по неведению соделал он грех, и как неведавший сподобился отпущению грехов и большей благодати. Но Ты, Господи, осуди в мой введении учиненный грех, помилуй меня по преизбыточествующей благодати Твоей. Увы, увы, стыжусь тех, которые теперь уважают меня, чтобы не быть постыжденным перед ними за сокровенные грехи. Стыжусь родивших меня, чтобы со временем не осудили они меня, давшего обет жить не по-мирскому. Хочу стать подобным той вдове, которая, долго беспокоив судью, достигла цели своей. Безотвязному другу подобным хочу оказаться перед Тобой, преблагим и единым владыкой, и чтобы обратил Ты душу, плененную грехами. Тот просил хлеба на утоление голода, а я прошу душевного утешения. Тот просил плотской пищи, а я прошу воззвания души. Как благое и преблаги, и услыши глаз слезного плача моего, и обрати меня, чтобы принес я плод покаяния. Ороси запаление совести моей, обнови меня со старившегося в греховных страстях, чтобы, освободившись от рабств твоих, приятно воздохнуть мне воздухом свободы и с радостью и весельем прославить благость Твою. Знаешь, владыка, что, мало утруждая душу свою, осмеливаясь вещать это пред Тобою. Знаю, и я, грешный, что благоутробен Ты, Господи, и хочешь, чтобы переменился я. Но желателен Тебе плод моего произволения. Готов Ты помиловать меня, но ожидаешь моего на то расположения. Ибо, милую, хочешь научить меня, и, прощая, желаешь соделать причастником царствия Твоего. О, какое у меня бесчувствие! Какая бедность моя! О, какая грубая и оземлененная душа! О, сердце развращенное, уста исполненные горечи, гортань гроб отверстый! Почему не помнишь Ты, душа, о неизбежном пути разлучения Твоего? Почему не приготовилась к этому исшествию? Почему безжалостно приближаешься к погибели? Для чего навлекаешь на себя вечные мучения? Для чего навлекаешь? Что Ты делаешь, душа, живя как несмысленное, бессловесное? Увы! Как я вместо света избираю тьму? Как это удовольствие, которое сегодня у меня есть, и которого завтра не будет, предпочитаю вечным и неизреченным благом? Увы! Как вместо солнца зрачной той ризы, соглашаясь лучше облечься в ризу темную и черную? Как предпочитаю царству мрачное веселье в аде? Увы! Увы! Я один с ведением добровольно налагаю на себя раны. Приди, душа, сама в себя, убойся Бога, угождая Ему всякими добродетелями, чтобы не принять тебе от руки Его сугубых наказаний. Возлюби Бога твоего и мужественно шествуй путем Его. Уразумей, душа, что век сей подобен поприщу, и крепкий змей всеми мерами усиливает содержать победу. Иными он бывает низложен и поруган, а иных сам низлагает и предает поруганию. Одни, обманутые им, преодолеваются, а другие увенчиваются за борьбу с ним. Одни, вкусив от него горечь, достигают приятности вечной жизни, а другие, вкусив от него сладость, обретают горечь вечного мучения. Одни крайней нестяжательности удобно приобретают над ним верх, а других легко преодолевает он привязанностью к земному. Для любящих Бога от всей души ничего не значит брань с ним, а для любящих мир трудна и невыносима брань эта. Пойми, жалкая душа, что радость, роскошь и покой века этого исполнены печали и горести, а скорби, пост, злострадания доставляют неизглагованную радость и вечную жизнь. Обратись, душа, подвязайся в безмолвие, чтобы, когда придет час смерти и разлучения, не оказаться тебе не готовою. По мысли душа моя о призвании твоем и об образе жизни твоей, каково твое шествие, для чего оно и до какого предела все достигали конца всего земного, и твоей беззаботности будет конец. Пятое слезное моление В пяток вечером Душа скорбная приходит к тебе, святой владыка, со слезами приносит тебе жалобу на врага лютого, со смирением припадает к тебе, прося защиты от утесняющего ее сопротивника. И поскольку приходит к тебе с неотступной мольбой, то услыши ее вскоре, с любовью притекшую к тебе, посети с отчанием. Если презришь ее скорбную, она погибнет. Если замедлишь выслушать ее угнетенную, она оскудеет в силах. Если же посетишь ее щедротами твоими, она сохранится. Если презришь на нее, она спасется. Если послушаешь ее, она укрепится в силах. Не презри ее, чтобы не восхитил ее враг. Не помяни самых грубых огорчений, какими приогорчал я благодать твою, милостивый владыка. И не поступи со мной по всем делам моим, а напротив того. Даруй лучше мне грешному малый срок, чтобы найти мне время для истинного покаяния, благие человеколюбец. Благодать твоя потерпела великое множество беззаконий и юности моей. Да потерпит и теперь презрение, приогорчение, опрометчивость. Знаю, Господи, самим собою клялся ты, что не хочешь смерти грешника. Но желаешь лучше спасти его от грехов щедротами твоими. Благодать твоя, жизнелюбивый владыка, ежедневно препобеждает благоутровием своим и щедротами своими. Милуешь и спасаешь ты любящих тебя. Еще же щедроты твои повсюду проповеданы в Евангелиях и апостолами. О них вещают во всех писаниях святые отцы и учители, именитые в церкви и неименуемые. Знаю блудного сына, монассию, разбойника, захея, мытаря, блудницу, хананиянку, кровоточивую, расслабленного, слепого Иаира. Всех преднаписанных и прихожу к тебе. Отверзи благоутробие твое и прими меня. Услади ум мой, потому что часто впадаю снова в прежние мои беззакония, и как в тени погружен я в скверных помыслах. Благодать же твоя, пришедшая в сердце мое, находит там зловоние от скверных помыслов. Почему точец отступает, не обретая себе входа, не может войти и вселиться во мне, как желательно ей. А мой сердце мое святоносным усложнением, чтобы пришел я в чувство. Какая благость Божия, какое Божие человеколюбие. Как желает и побуждает всех человеков, чтобы спаслись. Пощади, Господи, непотребного раба твоего. Пощади, благоутробный Христе, Спаситель, создание Твое. Если ты, Господи, не образумишь меня, бедного, и не дашь мне сердечного просвещения, то по причине великого растления своего, не в состоянии буду увидеть нерадение и расслабление свое. Но поскольку утеснен я немилосердным врагом, гнетущим меня, то непрестанно, со слезами, ночи день вопию к благости Твоей, чтобы избавило меня от сетей его. Потому что каждый час обновляет он козни свои против меня, а каждый час угнетает душу мою блудными помыслами и вожделениями удовольствий. Твоя, Христе, сила, запретившая морским волнам, да запрети ты ему, чтобы не имел он действия на меня, непотребного раба Твоего. Пошли, Владыка, благодать Твою вскоре, да отгонит от раба Твоего великого змия со всеми гнусными и лукавыми его помыслами. Потому что язвы, причиненные сердцу моему стрелами его, стали гнилыми струпами, а я в неразумии своем всеми мерами скрываю их. Благий врач вопиет ко мне, не требует платы, не проливает крови моей, но леность моя не позволяет мне идти к нему. Сам он приходит уврачевать меня и видит, что пожираю язвы свои, и когда снидаю их, тогда каюсь, но покаяние мое не истинно. Податель всех врачев и отец щедро, Ты единый благий и благоутробный Бог, всегда дарующий благо просящим Тебя, поскольку сам я испытываю часто безмерные цельбы Твои и благие дары, неспосылаемые мне каждый день. Благодать целений Твоих, Владыка, безмерна, обширна, и всем приходящим к Тебе подаешь Ты исцеление. То поэтому небоязненно умоляю благость Твою, незлобивый Господи, да снизит на меня благодать Твоя обычная, да соберет воедино ум мой, снова да исцелит страшные язвы мои. Ибо вот развлечения, заботы скоро приходящего времени занимают внимание мое и не дают мне позаботиться о вечных благах Твоих. Но сам Ты будь долго терпелив ко мне, ни небо, ни земля, ни состояние воздать должного вознаграждения за врачевства и благодатные дарования Твои, ибо не имеет такой драгоценности, которая бы воздать Тебе. За слезы мои сам Ты одаряешь, за горький плач мой даруешь мне вечное наслаждение. О, какая сила слез! Даруй, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, слезы покаяния, омыть грехи свои, чтобы просветилось сердце мое, и немногими слезами изглаждено будет великое рукописание. Маловременным плачем угашен был огонь, вожженный мною. Ибо плачущие здесь избавлены будут от вечного плача. Вот отсюда собираю помыслы свои, и еще не освободился я от действий на меня лукавых духов, которые будут задерживать меня на воздушном пути. Еще не познал я тяжести множества грехов Своих. Погрузившие меня в грех еще приносят плоды во плоти моей. Долго ли мне, окаянному, упиваться без вина и не родить о своем, как будто оно чужое. Как лукавый раб против господина своего, так я зло ухищряюсь против собственного своего спасения. Как будто другое, кто понесет на себе труды мои, не хочет быть бдительным. Ежедневно приогорчаю Твое долготерпение. Перед глазами у меня горечь моя. Все долго терпишь ты по великой Твоей благости. Даруй мне, Господи, врачевство обращения, чтобы исцелиться мне от всего, что есть во мне горького. Даруй мне вступить на поприще воздержания. Даруй мне в сердечном сокрушении проходить все дни жизни своей. Просвети омраченные очи ума моего, чтобы с усердием войти мне в виноградник Твой. Потому что время жизни моей оскудело, проведенное в суете и в помыслах срамных. Время жизни моей достигло уже едино десятого часа. Управь, Господи, ладью купли моей и даруй разумение маломощному купцу, чтобы окончить мне куплю свою, пока есть еще у меня время. Ибо настал час разлучения, он уже перед глазами у меня, и я крайне убоялся, увидев нищету свою. Вместо того, чтобы радоваться, я более убоялся. Подлинно, душа, пришествие смерти страшно людям страстным, грешным и слабым, не старавшимся жить непорочно в этом суетном мире. Делатели и совершенные подвижники радуются в час разлучения, имея у себя перед очами великий труд своего подвижничества, бдений, постов, покаяний, молитв, слез, вретищ. Душа их ликует, что призываются они из тела своего войти в покой. Но разлучение крайне опечаливает грешника, который видит у себя перед очами свое нерадение, пищу многостяжательности. И ему вовсе не дозволяется сказать что-либо, потому что предпочтение отдается повелению. Какое раскаяние объемлет тогда сердце неродившего здесь о своем спасении? Увы, душа, увы, для чего не родишь ты о жизни своей? Внезапно будет призвание твое. Что ж будешь делать там, быв неродивою здесь? Что будешь делать перед престолом праведного судьи? Как это враг окрадывает тебя, и ты не разумеешь этого? Как это враг похищает у тебя небесное богатство, а ты, рассеянный, не знаешь этого? Защити меня, долготерпеливый Сын Божий и безгрешный Христе. Даруй мне, Спаситель, помышление о будущей жизни, чтобы исполнял я волю твою. Хотя в старости соделай меня содействником благодати твоей, чтобы совершить мне добрую куплю на серебро, какое дал мне ты сам, небесный царь. Как я, рассеянный, предстану страшному престолу? Как я, нетерпеливый и бесплодный, окажусь сообщником, принесших здесь плод праведности? Какою жизнью сделаюсь известен, когда на небесах ложах узнают друг, друга святые и преподобные на небесных ложах, праведные, целомудренные, смиренные, будут ходить во свете неприступном, а грешные, ленивые, горделивые, высокомерные, беззаботно роскошествующие, в вечном и неугасимом огне. О, несмысленная душа! О, бесчувственная душа! Душа, возненавидевшая вечную жизнь свою, долго ли будет привлекать тебя злой навык лукавых помыслов? В нерадении своем ожидаешь ты, что замедлит прийти кончина твоя, но она прийдет, как молния. Бодрствуй, душа моя, молись со слезами, возопец всего сердца своего, чтобы кончина застигла тебя, обратившаяся по молитвам всепречисой владычицы нашей Богородицы и всех святых твоих, Господи, потому что благословен ты вовеки. Аминь. Шесть. Слезное моление в субботу вечером. До ныне и в этот самый день с постыжденным и поникшим землю лицом дерзаю вещать тебе, владыка ангелов и создатель всяческих, а я, земля и пепел, поношение у людей и уничижение, воистину червь, а не человек. Я осужден, весь болезнен и исполнен уныния. Как возведу взор к благости твоей, владыка, как осмелюсь подвигнуть нечестивый и оскверненный язык, как положу начало исповеди своей. Сверхмера оскорбил я окаянное имя твое и жил блудно более блудного сына. Осквернил и повредил я в себе образ твой, не соблюв глаз о заповедей твоих. В каких сперва грехах своих буду я грешен просить себе отпущения, соделанных ли сведением и несомненно неизвинительных, или в преступлении святых заповедей твоих, или в соизволении на лукавые помыслы. Знаю, Господи, что по причине множества душевных скверн моих и по нечистоте моей не достоин я именоваться страшным именем Твоим. Не могу встать перед Тобой на молитву, не могу воззреть и видеть высоту небесную, потому что отверз я дверь непристойным вожделением и, предавшись бесчинным стремлениям, осквернил страстями бедную душу свою, злонравием воли очернил душевный хитон, весь ум мой наполнен бесовскими помыслами, всеми делами своими и помышлениями приогорчал и всегда приогорчаю благость Твою. Продолжение следует...